Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какое счастье вас скоро ждет. Гадать я буду на Таро и Оракуле. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Первая карта будет «Текущее ваше состояние». А дальше мы с вами будем уже выкладывать наше счастье. Да, действительно, картами иной раз можно выложить счастье, дорогу к счастью. Вот сейчас будем выкладывать и узнаем, какое счастье вас скоро ждет в жизни. Итак, наши 4 позиции. Нет, не прямо лежит. Мой перфекционец заплакал. Так, первая позиция – красное сердечко. Вторая позиция – розовое сердечко. Третья позиция – желтое сердечко. И четвертая позиция – голубое сердечко. Какое счастье вас скоро ждет. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с вами с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, наше красное сердечко – первая позиция. Ваше текущее состояние. Сначала смотрим. Тут у нас выпал туз кубков. Возможно, вы влюблены или просто обнимаете своей душой весь этот мир. Но также туз кубков может означать, что вы влюблены в человека. Может означать художественный дар или музыкальный дар. Дар человека искусства. Ну и также это карта эмоций через край. То есть карта, когда у человека несдержанность в чувствах, в эмоциях, что он не может их держать в себе. Он их постоянно выражает. Это очень такой яркий человек. Очень харизматичный, интересный, веселый. Но при этом может, если что-то не понравилось, тоже это сказать. Или если ему грустно, это будет на лице написано. То есть все ваши эмоции чаще всего у вас на лице написаны. И люди не ошибаются, когда смотрят на вас и видят какие-то чувства. Они уже знают, что это у вас идет из души. Вы искренний человек. И на сегодняшний день у вас есть энергия изобилия. То есть энергия и воды, с одной стороны, да. И с другой стороны, энергия изобилия, она рядом с вами. Это хорошо, я вам так скажу, потому что вы на потоке. И вы как-то начали доверять Вселенной. И у вас близко то состояние, когда вы будете исполнять свои собственные желания. Особенно желания в любви, конечно же, в любви. Давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет. И потом на путстве, наставление высших сил. Какое счастье вас скоро ждет. Выпадает опять же туз, но туз мечей. Вам выпадает невероятный шанс в жизни какой-то, который бывает. Знаете, даже раз в жизнь или раз в году такой шанс. А вам выпадает как раз в скором времени этот шанс. Это, во-первых. Во-вторых, само по себе счастье в этой карте, возможности в какой-то что-то осуществить, что-то сделать, осуществить свои планы, да. Или исполнить свое желание. Возможность эта возникает резко, неожиданно. Вы никогда не знаете, куда это все повернет. И с удивлением просто смотрите на то, что происходит. Туз мечей. Карта прекрасная. Она всегда показывает, допустим, резко возникшую страсть, импульс страсти, да. Этот импульс уже ведет вас дальше по инстинктам, уже не разум ведет. Но при этом эта страсть, она сжигает все вокруг себя. И из этой страсти может родиться прекрасный союз. Также эта страсть может быть к делу какому-то, к творчеству, к бизнесу. И это захватывает вас полностью. Вы не можете от этого отказаться, отойти. Вы можете заниматься этим день и ночь. А вот и также счастье здесь в том, что может прийти какая-то бумага, письмо, известие, новость, да. Или чей-то разговор, который вас очень обрадует. То есть счастье может быть в каком-то разговоре, да. Разговор. Туз мечей часто означает бумагу, письмо, разговор, известие. И, конечно, это будет продуктивно для вас, это будет нужно для вас и очень обрадует. Может быть разговор с каким-то важным человеком, да. Или ответ откуда-то. То есть карта, она часто показывает, что вы ждали ответа, там, из какой-то организации, например, от работодателя, еще там, из суда ответ. Да, это пришла бумага, пришел ответ. И это скоро вас ждет вот именно такое счастье. Давайте посмотрим еще и на будствие наставления высших сил для вас, послания высших сил через духов животных. Через духов животных. Так, у вас выпала белка. И белка показывает карта, верьте в себя. Вот высшие силы, они вам два туза послали сначала, да. Это две невероятные возможности, которые у вас прямо сейчас есть и будет в скором времени. Плюс белку нашу, да. Белка, верь в себя, означает, что вот действительно высшие силы, они хотят, чтобы вы в себя верили. Они хотят, чтобы вы себя любили, ценили, уважали, да. И никогда не бросали и не сомневались в том, что вы можете. Карта, она говорит о том, что вы набрались мудрости, опыта. И вас окружает все, что нужно на сегодняшний день. У вас предостаточно ресурсов. И высшие силы щедро вам преподнесли эти ресурсы. Более того, ваше собственное усердие преподнесло вам эти ресурсы в жизни. То есть вы действительно ресурсный человек, вы на потоке изобилия, вам это говорило вначале. Белка это подтверждает. Более того, она показывает непредсказуемость жизни. То есть жизнь действительно имеет крутые кульпиты, повороты, да. И это может пошатнуть вашу веру в себя. Но не стоит оно того. Не нужно ослабеть перед лицом каких-то перемен в жизни. Ведь перемены несут некоторые трудности. И вам будет казаться, что вы слабее. Нет, это не так. Вы не слабее. Вас ждет впереди череда испытаний, связанных именно с изменениями в жизни. Все перевернется, все изменится. Жизнь пойдет в другую сторону какую-то, да. Вы на повороте сейчас. И, соответственно, вы забудете, возможно, о своих силах и ресурсах. Но это не так. У вас все это внутри есть. Вам нужно помнить, всегда помнить, что вы мудры, что вы сильны, что вы имеете ресурсы. Несмотря ни на какие испытания. Ум и творческое начало уже позволили вам многого достичь. И вы использовали все свои умения и все то, что Дух посылал вам в помощь в трудную минуту. Пора оглянуться на свою жизнь и вспомнить, как все нужное приходило к вам ради высшего блага. Поэтому даже в самые тяжелые времена или времена изменений или времена испытаний мир любит вас. А уж когда вам даются счастье и возможности, мир любит вас втройне. И никогда не забывайте о том, что вы верите в себя. Вы достойны того, что вам скоро будет дано, а вам придет прекрасная возможность. И, соответственно, вам просто нужно ее принять и знать, что это для вас. И то, что вы это заслужили, заработали. Ну вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер два. Розовое сердечко. Какое счастье вас скоро ждет. Давайте смотреть. Первая карта – это ваше текущее состояние. Это смерть. Вы знаете, это карта трансформации. Это карта, когда для прошлого больше нет в жизни вашей места, окончания и начала чего-то нового. Иногда она впрямую означает, допустим, что вы переживаете утрату близкого человека, но это редкий случай. Чаще всего она показывает, что неизбежно было потерять что-то ради чего-то нового. Когда мы даже теряем небольшую сумму денег на улице, это все ради чего-то нового. Нам будут высшие силы давать что-то взамен яркое, интересное, захватывающее. Но мы жалеем о том, что мы потеряли. И мы фиксируемся не на тех вещах. Может быть, вы сейчас испытываете кризис в жизни. Даже может быть, экзистенциальный кризис, когда ты не знаешь, кто ты, что ты и куда тебе. Но это просто момент переворота и трансформации, и рождения нового, новой идеи, новой работы, нового таланта в вас. То есть открытие вашего таланта. И также новых отношений, нового здоровья для себя, возрождения. Вы как птица феникс, вы скоро возродитесь, а сейчас вы сидите на кучке пепла. Вот вы сожгли все прошлое, а что будет дальше, вы не знаете. Вы обнулились. Вот карта натурально показывает, что вы обнулились. Вам может быть от этого очень тяжело. Давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет. Выпадает пятерка кубков. В скором времени вы избавитесь от своих печалей, переживаний, трудностей. У вас в жизни было очень много разочарований и каких-то бед. Но вы скоро избавитесь от этих переживаний внутренних. Вы больше не будете разочаровываться. Я здесь вижу карту Паш Пентакли. Вам будет дано какое-то предложение, приглашение куда-то. И вы пойдете, вы примите это приглашение, предложение. Или чей-то разговор, в котором вам дают это приглашение, предложение. И вы примите, вы пойдете туда и обретете невероятное счастье от новой деятельности, обучение чему-то, будет радостно, в душе приятно. Как будто бы вы обрели, может быть, новых знакомых, новых друзей или новый круг общения. И также просто новое место для вас. Какое-то новое место готовят высшие силы. Святое место пусто не бывает. Одно вы освободили, но второе заняли в любом случае. Где-то вы должны быть, и это новое место для вас. Вообще карты здесь показывают возможное письмо, которое утешает. Вот смотрите, идет пятерка кубков, печаль. И дальше письмо, Паш Пентакли, письмо, которое утешает. Хорошие новости, не за горами. Скоро они к вам придут, и вы действительно утешите свою душу, которая плачет и которая что-то потеряла, но обретает сейчас момент обретения чего-то нового, яркого для вас, нужного для вас. Вот я считаю, карты прекрасные. Вообще выпали. Давайте посмотрим наставление высших сил для вас. Наставление высших сил. Оленуха наша. Вот смотрите, оленуха, это самка оленя же вроде, да? Ну или просто какое-то вот такое вот оленье животное интересное. Она такая вся нежная, такая вся приятная. На ней написано, будьте мягче. Вот высшие силы, они хотят, чтобы вы были мягче. Может быть, какими-то жизненными испытаниями, трудностями вас смягчают на сегодняшний день. Вы были, возможно, жестковаты, да? А жестковатый человек, он часто ранит других людей и все больше и больше нарабатывает себе негативную карму. Высшие силы делают все, чтобы вы были мягче, 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 все мягче и мягче, да? Они хотят, чтобы вы были, возможно, даже женственней или просто покладистее. И для вас это действительно выгоднее, я вам честно скажу, это выгоднее быть добрым. Это всегда нужнее быть добрым, чем быть злым там или быть жестким, быть дисциплинированным таким, как начальник постоянный такой, да? Не всем нужны эти начальники. Даже сам по себе начальник, он должен быть более лояльным. Поэтому в вашей жизни настал момент проявить мягкость, дипломатичность в общении с людьми. И, возможно, ваша ситуация вынуждает договариваться для достижения цели. Внимательно подбирайте слова, но не тревожьтесь. Ленуха, она вам напоминает, что вы способны совмещать уверенность и решимость со скромностью и уважением к окружающим людям. То есть, понимаете, вот так. И вы найдете в себе особый дар общаться с людьми спокойно и твердо. Это, между прочим, тоже счастье, я бы сказала, да? Найти в себе такой дар, потому что вот я не умею. У меня не всегда получается. И я сама по себе такой вот человек, да? Вот мне бы этот свет тоже подошел, будьте мягче. Следуйте этой ленией и тропой. У вас все получится. Вы заслужите уважения, вы придете к приятному компромиссу. Тем более, что у вас скоро не за горами. Именно новое общение. Вы сможете продемонстрировать эти свои мягкие качества в новом коллективе, понимаете? Поступайте так, вот именно по-теплому, с любовью, и вам воздастся сторицы от других людей. Сейчас не лучший момент спорить с кем-то. Даже если все вокруг ведут себя нелогично, ну или против вас. Не надо отвечать резкостью на резкость. И если вы вдруг наткнулись на слишком напористого человека, не надо вступать в дискуссию, отступите. Отступите. Вот в последнее время, может быть, вы уже сталкивались с кем-то, кто напирает. И сами тоже брали, резко реагировали. Или это будет в ближайшем будущем. Ну, постарайтесь вот этому совету внять. И это вам очень будет на руку. Ну, такая позиция номер два. А мы перейдем к третьей позиции. Какое счастье вас скоро ждет? Какое счастье вас скоро ждет? Желтое сердечко. Наше желтое сердечко. Ваше текущее состояние сначала смотрим. Ага, вы маг. Самый настоящий маг. Интересно. Вы сейчас вот на коне, да? Вы можете все, абсолютно все владеете. Всеми четырьмя стихами у вас. Открываются способности или уже проявились, причем экстрасенсорные и неординарные способности. Также это способности вашего ума. Это способности, может быть, вашего физического тела. Что угодно. Вы что-то можете больше, чем другие люди. Вы владеете собой. И вы поняли, как надо. Ну, то есть, чего вы хотите в жизни и начинаете понимать. И как надо, может быть, действовать, этого достигать, да? Начинаете доверять высшим силам. Маг, он управляет. Вы управляете. Вы настоящий лидер. И, возможно, сейчас вас заинтересован какой-то активный человек. Причем такой человек может проявить инициативу в вашу сторону для любви, для дружбы или для каких-то отношений, ну, рабочих, там, например, да, там, бизнес и так далее. Но чаще всего это любовные отношения. То есть, к вам кто-то неровно дышит, кто-то на вас обращает внимание, кто-то следит, может быть, за вами, да? Но скоро именно будет активно проявить себя. Вообще, маг не бывает часто за шторкой, да? А именно открывает себя миру и что-то говорит, общается, хочет общаться. И вот такое чувство, что с вами кто-то хочет общаться и будет общаться вот так. Если вы это позволите, конечно. Также карта показывает, что, возможно, вы нашли для себя некий ориентир, пример для подражания. И кто-то вас вдохновляет настолько, что вы вот можете сейчас творить, сдвигать горы, делать что-то вот такое вот нужное миру. И можете гордиться собой, потому что достигаете, вы можете преодолеть все препятствия, преграды, трудности на пути к своим целям. Ну, прекрасная карта, хорошая карта такая, да? Активного человека. Давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет, дорогой, активный человек. Трудно доставалось счастье из колоды. Смотрите, у вас выпала тройка пентаклей. Во-первых, счастье в том, что вам воздаст по заслугам. И вас оценят как работника, специалиста, бизнесмена, бизнес-лума, да? Или, может быть, мастера своего дела. Вы знаете, у вас идет именно момент вознаграждения. И это денежное вознаграждение. Поэтому ваше счастье в скором времени получить большие деньги. Или просто награду за труды, которая даже превосходит все ваши ожидания. Карта богатая, но карта иногда влияет на личную жизнь. Почему? Потому что она означает часто вступление в законный брак. Вот честно, она правда это означает. Причем одна из таких немногих карт в колоде того, которая показывает именно вступление в законный брак. То есть когда люди женятся официально. И не просто там пожить вместе, а именно поженились. И если у вас намечается что-то такое, вот в скором времени это сбывается. И вы действительно будете, ну, получите либо предложение руки и сердца, либо кому-то сделаете предложение и его примут, понимаете? Вообще может прийти просто, да, пара к браку по этой карте. Но чаще всего это рабочие достижения и денежные. Именно в финансовом выражении, да, идут рабочие достижения. Ваше искусство ценят, ваше мастерство ценят, вас хвалят. Вам дают похвальные грамоты, награды, премии. Или просто ваш бизнес настолько успешный, да, что вы получаете гораздо больше прибыли, чем даже ожидали сами от себя или сами от своего бизнеса. Карта, конечно, очень хорошая, светлая. Она несет только радостный посыл даже в простом раскладе. А в этом-то уж и подавно как бы. Вот, поэтому ничего плохого не ожидается в скором будущем, а только именно вот хорошее, да, вот это вот счастье, которое вас ждет. Счастье от результатов своего же собственного труда. Ну, хорошо, давайте посмотрим наставления высших сил, которые пошлют вам, да, сейчас духи. У вас как-то карты трудные идут из колоды. Вы заметили, да, третья позиция. Летучая мышь. Верьте в перерождение. Очень интересная карта на самом деле, особенно в контексте нашей с вами ситуации. Карта всегда говорит о том, что если что-то закончило цикл своего существования, отмерло, ушло, это нужно отпустить, потому что на его месте обязательно вырастет новое. Да, что-то осталось позади, и началось новое в вашей жизни, как новая фаза в вашей жизни. И летучая мышь явилась вам об этом сказать, да, что есть некое волшебство в перерождении, и все лучшее, что вы оставили позади, когда прощались с прошлым, возвратиться в новой сказочной жизни, которая готова явиться на свет для вас. Вот видите, в этом тоже как бы есть некое счастье. Есть также в этом чудо и магия, трансформации в любой сфере бытия, в том числе и возрождение веры, вашу способность завязывать новые здоровые отношения, может быть. Ну и также дух этого животного напоминает, что вы ступили на неведомые земли, можете потеряться, но при этом доверяйте надёжному проводнику своей интуиции. А у мага очень сильная интуиция. Вы начнёте творить нечто новое, неизвестное для вас. Ну, просто вслушивайтесь в себя. Ваши мечты, надежды, страхи, тревоги, всё это есть. И новая версия вашей мечты — это как будто бы выход из тьмы на свет, да? Да, иногда мы обретаем утраченное, но в новой форме. И главное, что есть наполнение любовью от всего этого. То есть вы будете от этого очень счастливы. Поэтому, если вам кажется, что вы как бы немножко путаетесь или ещё что-то, или ставить цели, но вдруг они неправильные, не сомневайтесь в себе, потому что интуиция мага сильна, и маг, он добивается всего, чего хочет. А вы можете добиться всего, чего вы хотите. Поэтому просто действуйте по своей интуиции, своему наитию. И душа, она позовёт вас туда, куда надо. Вот такая позиция номер три. Позиция номер три. А мы перейдём к четвёртой позиции. Итак, наш голубенький. Наш голубенький. Итак, ваше текущее состояние. Сначала смотрим. Повешенный. Вы себя считаете жертвой на сегодняшний день. И, может быть, вы пожертвовали ради других собой, или ради любви, или ради детей. Ну, сам факт, что вы считаете, вот вы вкладывали куда-то силы, энергию, вам, может быть, не воздали за это по заслугам, добром. А вы просто, вот считаете, вами воспользовались или пользуются и по сей день постоянно. Также это состояние жертвы, когда ты добровольно решаешься на эту жертву. То есть, допустим, если женщина не работает, она это делает ради детей. Она сидит дома, но ей бы хотелось реализовать себя. Однако она это не может сделать. Она жертва. Она ради детей дома. Или там ради мужа, или ради еще кого бы то ни было, что бы то ни было вы делаете. Многие мужчины считают, что они ради своей семьи идут на тяжелую работу, или на две, на три работы. То есть, вы жертва. Вот эта вот жертвенность. Я делаю ради кого-то что-то. И, мол, будет ли мне так благодарны, да? Или просто я делаю свою жертву, бывает, даже с удовольствием. Еще иногда это состояние такое повешенному, что вы знаете, что вот у вас есть какие-то цели в жизни, какие-то мечты, но вот пока ты чем-то не пожертвуешь ради этой мечты, ты этого не добьешься. То есть, у вас это может быть вот такое осознание внутри. Хорошо, давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет. Выпала десятка мечей, которая показывает, что вот высшее счастье, высшее благо по этой карте, что со дна ямы идет путь только наверх. У вас, возможно, что-то закончилось, началось новое. Но вы в отчаянии можете себя чувствовать в отчаянии. Однако высшие силы подают вам руку помощи. И ваша жизнь только на самом деле начинается с нуля. И вот как будто бы придет какой-то человек, который будет для вас как ангел-хранитель в жизни помогать вам. Мы здесь видим королеву мечей, которая показывает, что вы жили как будто бы по некой дисциплине. И вы же студировали себя. То есть, вы от себя много требовали всю жизнь. И это вам пойдет сейчас на руку. Высшее счастье будет то, что оценят вашу дисциплину, ваше мастерство. И это будет даже, возможно, и в денежном выражении. Либо просто вы займете более высокий пост или какую-то хорошую должность. Или у вас будет свой бизнес. Но карта говорит именно о том, что вы благодаря вашему ангелу-хранителю в лице какого-то физического человека начнете подниматься со дна этой ямы, возрождаться. И у вас будет либо хорошая работа, либо свой бизнес. И вы уже это внутри себя сделали, когда воспитывали себя. Понимаете, нужно сказать себе спасибо, что вы когда-то от себя потребовали и учились либо хорошо, либо много чего делали. Спортом занимались, вставали всем утратом каждый день. Жили по расписанию, сидели надеять, что угодно. Понимаете? То есть, вы от себя требовали, вы дисциплинированный более человек, чем другие. И вас за это очень сильно оценят. Карта высот. Когда ты добиваешься, достигаешь высот в жизни. И может быть, вы выйдете из одного социального слоя и войдете в более высокий, другой. В более такой, знаете, светский круг общения даже. А также это карта высокого искусства даже. Может быть, ваше искусство оценят. Может, у вас будет первая выставка или еще что-то. Или первый концерт, например. Тоже вариант. Вообще, эта карта именно тонко чувствует всегда искусство и имеет великолепный вкус. Женщина вот такая имеет великолепный вкус. Может быть, ваш вкус оценят по достоинству. Хорошо. Давайте посмотрим наставление высших сил для вас. У вас выпала волчица. И эти карты, кстати, очень соответствуют ей. В ней есть всегда жертвенность. И в ней есть всегда начало и конец, возрождение. И в ней есть всегда строгость. Волчица. Обратите знания в мудрость. Да, вы можете обладать очень многими знаниями. Вы воспитывали себя. Вы требовали от себя. И эти знания все нужно перевести в мудрость. Это очень важно. Вообще, волчица просто так никогда не падает. Она падает только избранным. И вы как раз этот избранный, потому что это животное, оно не приходит. А бы к кому. Это очень уважаемое животное. Одно из самых уважаемых. И многие выбирают именно волчицу или волка, как свой тотем. Вообще, волки, они однолюбы. Волки зависят от луны. И мы никогда не можем приручить волка. Вы же знаете это. Волк — это чуть ли не единственное такое из более близких к нам животных, да, лесных. Кого приручить практически невозможно. Но он может любить. Любить человека так же, как свою стаю всю свою жизнь. И не укусит никогда. То есть вот такое вот. Но это не приручение же. Это именно искренняя любовь. Любовь как членом своей стаи. Поэтому, да, вот просто к кому не придет такое животное никогда. Дух такого животного. И вам еще предстоит открыть для себя непознанное волчица. Просит вас не притворяться тем, кем вы не являетесь. Вы никого не впечатлите вот к этой маской, да, которую вы будете носить. Вы впечатлите как раз-таки истинным собой. Вы покажете истинный опыт, истинное познание. И главное — это и апеллировать в жизни тем, что вам известно. Тогда люди уважают вас. Настал момент взглянуть на жизнь с восторгом, почтением и неутылимой любознательностью. А ведь она у вас всегда была, эта любознательность. Никогда не стареет тот, кто продолжает учиться. Вот вам нужно учиться. И дух волчицы, он готов стать вашим загадочным и любящим проводником. Между прочим, она ведет вас именно в зачарованную чащу, которая скрывает тайны жизни. То есть вы познаете эту жизнь в скором времени, и вы должны уже чувствовать этот зов. Благоприятный знак, очень благоприятный. Значит, что вы поистине в согласии с собственной судьбой сейчас находитесь. Ну, вот такая вот у нас четвертая позиция. Она действительно мистическая, магическая, да. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Тару Альвиен. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok